Я как будто оказалась внутри картины! Такие мысли мелькали в моей голове. Сначала Шишкин и Сосновый Бор, потом эти озера с камышом, уточками и отражающимся в воде небом. Воображение помогало. И вот я иду, будто по написанным маслом тропинкам. Здесь очень много таких живописных мест. И вот это озеро вполне могло стать прототипом для Воснецова и для его картины «Аленушка». Серебряный Бор большой. Мы отправились туда на целый день. Начнем созерцать, а потом доберемся и до пляжа. Посмотрим, действительно ли по Москве ходят в купальниках. А здесь начинается экологическая тропа. В таком бору, с таким воздухом, с соснами. Мне кажется, это очень здорово. Серебряный Бор раскинулся на искусственном острове. Еще в 17 веке он был знаменит своими соснами. Царь Алексей Михайлович приезжал сюда на соколиную охоту. Ну, интересная история происхождения названий Серебряный Бор. Одна из версий такая. Кара сосен блестела, особенно на рассвете, и напоминала людям начищенную серебряную посуду. Вот и сейчас вот эта сосна, видно, что имеет какой-то такой серебристый серенький отблеск. Но сейчас экология не та, и такого блеска, как раньше, как говорят, уже не наблюдается. А вот раньше сюда даже были организованы туры выходного дня, чтобы увидеть вот это вот явление. Экологическая тропа, на которую мы ступили, это лишь небольшая часть Бора, но очень живописная. Действительно, гуляя по ней, можно увидеть и белок, и самых разных птиц, которые живут здесь. Надо только не спешить и смотреть по сторонам, прислушиваться и искать. Ведь это дикая природа, настоящая лесная жизнь. По маршруту экологической тропы есть и мини-зоопарк, несколько вольеров. Вот здесь вольер с нутриями. Правда, пока ни одного зверька мы не увидели. Видимо, они прячутся от нас. А журавль не прячется, и мне кажется, он даже позирует. По маршруту экологической тропы стоят информационные стенды. Они рассказывают, что мы можем увидеть здесь. Например, стенд «Птицы в небе». В небе над Серебряным Бором мы можем увидеть лысуху, черного коршуна и даже сапсана. Только надо поднять глаза. Да, наверное, птицы спрятались в лесу. Но есть еще одна возможность их высмотреть. Забраться на эту вышку, так сказать, подняться на высоту птичьего полета. Снизу вышка кажется совсем небольшой. Но отсюда открывается обзор на достаточно большую территорию. Здесь видно и болотистую часть экологической тропы, и озеро, и деревья. И этих птиц в небе отсюда лучше рассмотреть. А эта компания решила понаблюдать за жабами. Когда мы только подходили, земноводные так квакали, что казалось, будто брачный период в самом разгаре. Даже неловко было смотреть. Вдруг там какой-нибудь интим увидишь. Здесь забываешь, что ты в Москве, в районе озера Бездонного. Совсем не видно, что остров окружают многоэтажки. И город вообще-то со всех сторон. Здесь не слышно шума дорог. Только птицы, лягушки и всякие шуршания в лесу. Ну и затвор моего фотоаппарата периодически щелкал. Здесь в окружении сосен дышится очень легко. И понимание того, что этот воздух еще и лечебный, оно дает еще больше сил. Серебряный бор – это памятник природы. Здесь есть очень старые деревья. Я, конечно, не ботаник. Но и с моим скромным багажом знаний можно сообразить, что такой дуб не в каждом парке встретишь. Видимо, этому дереву уже не один десяток лет. Ствол такой, что втроем, наверное, не обхватишь. Природа природой, а все-таки это Москва. Каждый метр земли здесь на вес золота. Ну а если говорить про серебряный бор, то может и дороже. Среди пешеходных тропинок вдруг появляются вот такие улицы. Интересно, но в этом сосновом бору есть еще и такие участки, дачные дома. То есть здесь живут люди, правда, дома здесь огорожены большими и высокими заборами. Ну, видимо, и земля здесь стоит недешево, наверняка. Если верить Википедии, то стоимость сотки здесь превышает 700 тысяч долларов. Вот они, где виллы московских богачей. Правда, посмотреть, как живут миллиардеры, едва удастся. Заборы, ну, очень внушительные. Такое ощущение, как будто здесь военная база, а не дом. Интересно, что многие не одну сотку смогли выкупить. У кого-то даже свой лес за забором. У кого-то во дворе сосны, растут березки. Можно выйти погулять в сосновом бору, прямо не выходя за свой собственный забор. Если честно, у меня совершенно нет никакой зависти к богатству других. И меня не угнетает, что у кого-то много денег. Но в случае с серебряным бором, очень странно, что вообще разрешили здесь строить. Наверняка деревья вырубали. Причем массовая застройка началась не так давно, в конце 90-х. Ну, а теперь, теоретически, во время прогулки здесь можно встретить Вагита Олег Первого, дочь Патрушева, ну, или Олега Газманова, например. А мы, тем временем, уже добрались до пляжа. Вполне себе людно. Спокойствие закончилось. Началась пляжная жизнь. Волейбольчик. Речка. Люди в шортах, люди в плавках, люди на лодках и на катерах. Да, в Москве можно встретить горожан в купальниках. Как будто не в Москве. Шезлонги здесь, люди в купальниках ходят. Кстати, географически здесь не самое плохое место. Река еще не прошла весь город, и, в принципе, можно представить, что заходить в воду безопасно. Статистика тоже успокаивает. Каждый год Серебряный Бор получает разрешение санэпидемстанции. С вердиктом купаться разрешено. Правда, вот некоторые таблички как-то противоречат этому, и уже не знаешь, кому верить. Водичка, конечно, еще прохладненькая, но вообще, если честно, купаться в Москве реке я бы, наверное, не рискнула. Но отдохнуть на пляже, помочить ножки, почему нет? Здесь есть песок, здесь можно арендовать шезлонги, есть площадки для игры, есть кафе. Предупрежу, что кафе довольно дорогие, и если не хочется тратиться, то лучше взять провизию с собой. В Москве много парков, скверов, садов, но некоторые из них достаточно посетить и всего один раз. А в другие, наверное, вообще нет смысла ехать, если живешь далеко. Серебряный Бор, наоборот, он настолько большой, и там так много всего можно увидеть и сделать, что имеет смысл потратить время на дорогу. Я, например, обязательно в следующий раз захвачу с собой пляжный наряд и шокирую подписчиков в инстаграме с Нимком, который прокомментирует так. Разгуливаю вот в купальнике в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова